Владимиру Путину на этой бренной земле в последние дни на самом деле было чем заняться. В понедельник российского лидера в Версале ждал новый французский президент Эммануэль Макрон. Это была их первая очная встреча, по сути знакомство о смотринах на высшем уровне наш корреспондент Родион Мариничев. Кортеж Владимира Путина фотографировали буквально на каждом шагу, как будто приехал не иностранный президент, а какая-нибудь голливудская знаменитость. Неудивительно, что многих здесь интересует, сохранит ли Путин пост в следующем году, ведь выборы уже не за горами. Все люди, которые имеют на это право, все люди, которые пройдут соответствующие предусмотренные законом процедуры, безусловно, могут и будут принимать участие, если они хотят это в выборах всех уровней, и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах. А что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить. Впрочем, уклончивый ответ газете «Фигаро» это уже потом, а прямо из аэропорта Путин направился в Версаль. В эту королевскую резиденцию из всех мировых лидеров приглашение получали единицы. За последние 10 лет в дворце Короля Солнца Людовика XIV таких приемов было лишь 4, включая нынешний. К моменту этого рукопожатия Эммануэль Макрон правил страной всего 2 недели. Причем Путин он пригласил сам. За закрытыми дворцовыми дверями они общались почти 3 часа. Говорили о проблемных точках в мире и пытались найти с господином президентом общность подходов к решению этих сложных вопросов. Я сказал президенту Путину, что хотел. Он сказал также о том, что его беспокоит. Мы продвигаемся вперед. Для меня важно обсуждать конкретные вопросы. Конфликты в Сирии и на Украине, напряженность на Корейском полуострове, отношения России и Запада. Вот те самые конкретные вопросы. Правда, пока без конкретных решений. Но от этой встречи, в общем-то, и не ждали подписания каких-то документов. Главное, чего хотел Макрон, познакомиться с Путиным лично. В Путине Макрон с самого начала едва ли видел друга, а в России союзника. Еще во время предвыборной кампании казалось, после победы фаворита Парижу будет очень непросто договариваться с Москвой. Макрон явно не собирался уступать, о чем заявил в одном из интервью за неделю до первого тура. В отличие от других, я способен заставить Путина уважать меня, потому что у меня нет перед ним долгов. Ради уважения со стороны Путина Макрон, кажется, сделал все. Даже на гольфкаре прокатил, показывая Версальский парк. Визит совпал с важным для России и Франции юбилеем. По этим же дорожкам ровно 300 лет назад тоже прогуливался высокий гость из России. В 1717-м в Версаль приезжал Петр I, навещал Людовика XV и фактически установил с Францией дипломатические отношения. Тогдашнему французскому королю было 7 лет, русскому царю – 45. Судя по картинам и гравюрам, встреча получилась более чем неформальная. Путин тоже заметно старше Макрона на 25 лет. Но такая разница в возрасте французского президента вряд ли смущает. В конце концов, жена старше его настолько же. Париж, да и вся Европа сейчас пытается найти общий язык с Москвой, несмотря на все противоречия, которые пока никуда не делись. Как санкции против России помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины? Никак не помогут. Поэтому я обращаюсь и к вам, и к представителям средств массовой информации Франции. Боритесь за отмену всяческих ограничений в мировой экономике. В Кремле, говорят, давно готовы идти Западу навстречу. Главное условие, пожалуй, лишь одно. Не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз, каких-то гибридных войн и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете и на этой основе еще и формулируете перспективы политики. Нет у такой политики никаких перспектив. Впрочем, если во Франции и есть русофобы, то они не слишком влияют на отношения Москвы и Парижа. Так сложилось исторически. Во Франции никогда не относились спокойно к России. Во Франции часть общества очень любит Россию, часть общества ненавидит Россию. И это на самом деле положительный момент, потому что равнодушие гораздо хуже в этом смысле. Здравствуйте, Владимир Владимирович Путин! Кто уж точно не остался равнодушным к визиту Путина, так это дети из местной театральной студии. В стенах русского культурного центра в Париже они прочли президенту стихи Пушкина. День рождения поэта как раз на следующей неделе. У мора видит дуб зеленый, под ним сидит и кот ученый. Своими сказками говорили. Браво! Из Парижа Путина не отпустили, не расспросив подробнее об отнюдь непоэтических проблемах. Журналистов Фигаро интересовала борьба с терроризмом, которую следовало бы вести более слаженно. После теракта в Париже, ужасного, просто кровавого события, к нам приехал президент Алан тогда. И Франсуа мне, значит, вот мы с ним договаривались о каких-то совместных действиях. К берегам Сирии подошел авианосец Шарф де Голь. Потом Франсуа уехала в Вашингтон. И все, Шарф де Голь развернулся и ушел куда-то в сторону Суэцкого канала. Все, и реальное сотрудничество у нас с Францией прекратилось, не начавшись. Теперь же появился шанс, наконец, его начать. Главное, в чем сошлись Путин и Макрон, недопустимость химического оружия. Оба согласны с тем, что запрет должен быть тотальным для всех сторон сирийского конфликта. Родион Мариничев, Александр Зазуля, Михаил Четверяков и Михаил Артемов. Программа «Вместе».